что что ты скажешь насчет потолка у нас опять проблемы ты будешь соединять то что я вначале говорил нет тогда я в твоем ролике скажу клянусь я не своим лбом не хочешь не буду нижнюю что опять звукоизоляции не так у нас ушел и ребят ну дилемма произошла вообще у вас классно на объекте все происходит на ходу мы как всегда как мы делаем мы планируем на неделю зарплату свою и к этой зарплате мы стремимся чтобы она у нас была стежать и да что мы должны было сделать мы должны были в зале зашить стены сделать там уже первичку там буковка г до 8 но мы застопорились мы нас просто не было в середине недели мы вырвали два дня и мы должны были выйти субботу с воскресеньем и сделать субботу мы вышли начали делать потом у нас стопор приходит заказчик когда мы это делаем он будет ребята отдыхать отдыха воскресенье люди отдыхают что делать и он предлагает ребят надо пройти звукоизоляцию на потолке ну мы ладно понимаем хорошо он ведь ну и по стенам я говорю как по стенам у нас же уже вот первичку мы это запланировали у нас смета он говорит ну ничего а мы только слой там накрутили вот как раз слой вы не накрутили говорит и все вы пройдете и все вернуть в воскресенье мы же не узнаем люди не работают ну до понедельника ждем вот понедельник пришли узнавать информации тяжелый день тяжелый звоним туда у нас шокс есть уже как мы звонили до в эту фирму нашли другой номер телефона кстати есть там работа получается общий такой много канальный да там а это есть именно по волгограду вот позвонили туда нам быстро ответили соединили все классно нарвались на технолога технолог нам начала разговор он культурно нам гатья скажите пожалуйста сколько децибел он а как вы кричать будете и кричать будет как я вам рассчитаю как децибелы такого понятия вы мне дайте говорит что какая шум будет у вас я вам скажу да он так грамотно садил и мы подошли стали кричать а я аж не знаю вообще ничего как по роликам посмотрят вообще ничего не понимаю в чем дело но ладно короче в итоге мы узнаем эту петрушку смотрите пойдем я уже взял испортил гипскостон записал первое это астротекс декор акустик вот здесь сразу хочу сказать мы не рекламируем не реклама это мы про то что узнали про эту фирму почему мы узнали а нам предлагали колым именно покрыть этой этим материалом и там нужно было без воздушкой но мы давай узнавать про эту вот штучку оказывается что касается штучка называется астротекс да вот что мы узнали смотрите покрывается чтобы она работала она покрывается в два миллиметра при нанесении в двух миллиметров убирается шумопоглощение тоже даже не подглядываешь я уже выучил 30-40 процентов 3 это нормально то есть 30-40 поглощения звука потом мы думали наносить это краскопультом краскопультом я опять у себя и у тебя все тут и ага все расскажи не скажу без воздушкой краскопулька краскопулька без воздушкой но мы узнали что во первых надо вот там высокое давление но у нас ладно там вставлять но убираются там все фильтра в результате все фильтра убираются в этих тут он загрязнится там и все и потом сто пятьдесят тысяч выкинь на ведь новый покупать нам это уже не понравилось а варианта какие есть а он такой объясняет вот это типа как сметана такая густая я говорю ну тогда вариантом шпателем кисточкой пожалуй нам шпатель тоже не понравился вариант да но по потолкам молодой чеки все мой попал да мы будем здесь кистью долговой листью может жесткой кистью вот этот вариант на мышцу наш вариант то еще третье то что это оказывается не финишка но мы ж не знали как она вообще что за мы думали что покрасить и что да не бликовала все знали наш заказчик еще хочет это сделать и по стенам а нас уже стены готовы допустим здесь у нас уже есть первым подавляющее да там акустика допустим акуборд у нас там да акуборд и потом как то есть вот мы уже сделали первичку надо прошкурить еще одна пройти а мы как бы ну еще эту краску и мало того здесь у нас еще внутри в перегородке звукоизоляционная листы сами звукоизоляционные ну то есть как бы не важно я хочу ну все мы никогда не спорим потому что заказчик мы говорим что это влечет и тому подобное никогда не считаем деньги заказчика надо значит надо сегодня посчитали почему но мы посчитали сколько-то выходит для него а он же мы же говорим что информацию предоставляем а он пусть это сам переварил ну и самим знать даже заказчики спрашивают то есть это не финишка получается вы произвели потом у вас или натяжка сверху будет идти или гипс-картон там или здесь на стены если вы произвели то же самое вы или штукатурите или гипс-картон то есть примерно говоря как будто вы помазали бетонный контакт давайте-ка вернемся к бетону да только в два слоя ваш любимый бетоноконтакт да кисточкой вот примерно такая поверхность да потом начали мы спрашивать производят как рассчитать нам за квадратный метр и что мы вывели у нас есть формула формула до 132 это коэффициент и если мы берем два миллиметра то умножаем на 2 если 4 миллиметра то сколько слоев понял то значит умножаем на эту цифру так как у нас два умножаем на 2 у нас получается 2 и 6 или что 2 это коэффициент мы вычислили сначала 2 и 6 вот потом у нас получается банка 16 килограмм мы 16 килограмм делим на эти 26 2 и 6 и получается у на 6 метров квадратных то есть одна банка 16 килограммовая расход у ней будет 6 метров квадратных хочешь я скажу что такое 262 и 6 это один квадратный метр килограмм да мне по барабану что ты хочешь сказать искал коэффициент я же надо сказать таблицу вывел свою этому я подписал давай все не лезь коэффициент лучше звучит да вот мы узнали цену 7 9 опять это не реклама ребят 16 килограмм это же банка 1 до ее хватает на 6 квадратов мы ее соответственно это делим это два миллиметра и 1320 рублей за квадратный метр при толщине 2 миллиметра то есть квадратный метр 1320 но это хорошая цена олег это прям замечательная цена да но это не все смотрите это не все почему потому что это мы вычислили один продукт это низкие частоты что такое низкие частоты вы сами прекрасно знаете я умничать не буду я это не знал мне это сказали мне этот технолог сказал ну я как давайте я сумочку я технолог смотрите что такое низкие децибелы ой частоты это когда ваши сверху соседи уронили что-то на плиту или просто хотят вам так прикоснулись таки вам так вот крикнули там и тебе передался низкая частота низкая частота пошла и крик не услышал а если мы вибрацию да если мы короче сделали промазали это то она вот эту вибрацию поглощает 30-40 процентов то есть она тушит ее все это низкие частоты вибрацию плит убрали дальше чего а если ты захотел крик а если я отсюда так крикнул там да или в караоке бам 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 то что происходит надо другим материалом это астротек декор акустик опять это не его баночку уже 10 200 олег опять не реклама да на мы тоже самое делаем делим на этот коэффициент и у нас получается 7,7 метров квадратных расход ее на цена такая же 1324 рубля это уже высокие частоты когда вы что-то кричите и чтобы соседям не передавалось вот и все когда вы по телефону разговаривать у вас зашифрованное все и чтобы они не слышали служба уже бабушка уже бабушка уже бабушка не может вот так подойти к вам и сама не услышит и сама не услышит тебя вот так понятно смотри меня здесь такое интересное это получается здесь 7,7 метров 6 а здесь 6 то есть получается здесь больше метраж а здесь больше килограмм килограмм здесь 20 там 16 короче то на то и на то на то она и выходит вот наш поделил понял значит что что ты хочешь сказать что нужно на канал подписываться на наш обязательно потому что вот эту всю тему мы будем показывать и наносить наносить и потом пойдешь наверх а я буду тебя слушать как кстати если кто-то уже этим пользовался напишите потому что мы не пользуются этим ни разу мы не пользовались не акустиком мы не пользовались не ничем можно сказать мы в перегородке раньше просто обычную звукоизоляционную вату укладывали все но большей степени у нас были обычные квартиры и обычные коттеджи в коттеджах они не нуждались в этом и все равно они коттеджи и всегда рассматривали звукоизоляцию перебив всегда рассматривали звукоизоляцию как будто только в тех местах где вот какая-то там студия какой-то да 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 всегда так думал допустим мы делали в подвале да было он помимо того подвал там на 3 метра такой же глубиной как этаж и там вот делал допустим там или еще что то но это единичное ну там земля как звукоизоляция уже скажем так что вот так но в таких масштабах мы еще не делали и вот будем делать будем наверное делать по крайней мере информацию передать потолок мы в любом случае ну по крайней мере человек хочет дать делать мы же говорим ранее это лучше будет в отношении того что если будет канал акустика может быть бы я просто боюсь на потолок кстати гвл сам по себе ладно на пол я это все понимаю то есть проблеме но на потолке чтобы такая нормально а потом еще у него прослойка идет всего он четыре сантиметра вместе со звукоизоляции да и получается тебе какими дюбелями вот это и нам как вот этот представляете это нам вот это отрывать надо да вот это все доброе это на плиту прибивать его сначала надо как мы говорили потом это же опять вставлять а смотрите в чем фишка то у нас расстояние ограничено на четыре сантиметра у нас уже распред коробки у нас уже провода запущены как их оттуда вытаскивать как чё это делать расслаблять ну понимаете то есть это то есть уже не вера пентикуляр какой-то головняк ну вот да а предложить что акустик подойти вот так раз раз а потом запил не будет играть смысл ты вот смысл там когда вообще лучше не а у нас это это еще пол беды у нас в коридоре там такая путь да ну два километра провода и под стать еще не хватило потому что дополнение там еще пришли еще 50 метров будем докупать на так что но округлим два километра проводов здесь олег можно мы закончили эту тему ну давай он я смотрю для свитерок висит спрашивает где-то такой свитер взял у вас это это я отжал у жены почему не в нем стар это кстати старый совдеповский свитер старый это да это прям я не знаю сколько лет уже им это жена еще ходила в нем то есть она такая у меня дюймовый сохранился хорошо увидишь я растягиваю немножко жилками своими так что вот так вот думать решать цены озвучили то есть получается все вместе если сложить вот эти две цифры а мы еще по работе не сказали не будем говорить не будем работать мы хотим от вас услышать сколько бы вы взяли нанести четыре слоя вот с последовательным высыханием стены потолок это то есть на стены 1 я думаю цена на потолок другая или у вас одинаково то есть как бы у нас просто как ты голову держишь у нас цена изменяется но скажите лучше другое если верх задрал то дороже если выше опустил дешевле если прямо смотришь оптимальная цена или среднее все будет у вас за все за одно определенная сумма что другое сказать забыл да я хотел сбил своей головой вверх вниз теперь кумеку но сколько стоит их да хотел спросить скажите пожалуйста этот ролик вам больше понравился по раскладу того что мы вам рассказали или то что у меня крутой свитер да обязательно напишите это надо то есть если крутой свитер значит пишите на и крутейший хочу такой же малик по частям его разошли и вам буду как есть же там русской радио и тому подобное вам варюшки вам шарфик а я свитер еще спрашивают где у тебя свитер как у фредди крюгера а кстати я постирал он дома но я в следующем видео буду давай что что а тут понимаешь весь в чором такой деловой ты давай уже при презентабельно так чтобы выглядеть я просто полноту убираю черный цвет на турберой хитрый просто худею на глазах понеслись